всем привет третья часть произготовления локтя получили закалки теперь локоть имеет такую поверхность шершавую и с такой окаленной как бы немножечко ее нужно шлифануть делаем максимально простой способ идем к мотору и шлифуем сразу самым мелким зерном для того что мы не будем шлифовывать прямо идеально прямо красиво прямо вот делать вот такую чистенькую красивенькую шлифовку здесь мы не преследуем за цель здесь цель максимально простой налокотник который сможет сделать у себя в клубе у себя в мастерской любой начинающий спортсмен боец и вообще человек который решил заниматься таким хобби и у него нету доспеха и у него нету денег или и он не решил еще для себя что ему стоит вкладывать деньги в это хобби поэтому шлифовка будет тоже максимально простая но для начала локоть нужно разобрать на запчасти чтобы легче шлифовалась локоть разобрали есть две детальки маленькая и большая вот у меня такая шлифовалочка и шлифовать я буду как я говорил сразу самый мелким кругом это к шелл 5 аж я пользуюсь вот такими кругами шлифовальный белый городский абразивный завод мне шлифовать недолго поэтому я сделаю и разбиратор я не надеваю сейчас а вообще нужно надевать и еще пару нюансов вот на этой детальке необработанные края есть они некрасивые и цепляются этот вырез тоже стоит немного при облагородить после предварительной шлифовки необходимо доработать руками берем вот такую мочалочку наждачную и начинаем натирать вдоль линий которые остались после шлифовки и по перпендикулярно им убирая все вот эти места которые вот еще остались и добиваясь однотонности чтобы не было таких пятен на поверхности примитивная шлифовка готова да это не идеально вышлифованный материал но я думаю что даже такой вид намного ближе к истории чем пошлифованные вещи например вот такой вариант шлифовки безусловно красивее но что ближе к истории как поверхность может выглядеть от средневековых инструментов вот так или вот так судя по музейным экспонатам мне кажется что вот такой вариант он будет более похож на тоже чего могли добиться в средневековье теми инструментами но конечно так красивее ну или ну наверное тут уже каждому свое потому что мне например и так тоже нравится потому что есть видны следы ковки видны какие-то маленькие раковины видна ручная работа это уже более такой эталонный готовый вид прям все пошлифовано все красиво все блестит даже не знаю есть еще вариант когда доспех полируется в зеркало и мне откровенно говоря так не очень нравится потому что он прям чересчур блестит и прям выглядит ну слишком слишком уж по-современному прям какие-то как-то вульгарно что ли когда он прямо в зеркало а вот так все таки я думаю это очень хороший вариант тем более он дешевле и его можно добиться самому сидя себя в гараже или в клубной мастерской можно сделать с собственными усилиями вот такую вещь и так и перед сборкой необходимо покрасить доспех это может показаться не таким уж необходимым действием но поверьте после нескольких сезонов ваш доспех просто превратится в коричневое говнище изнутри потому что вы будете потеть и это ваш под будет разъедать поверхность изнутри и это все ржавчина будет оставаться у вас на стеганке на одежде на ваших белоснежных бре поэтому красить обязательно и подкрашивать регулярность краска будет отпадать тоже надо перед покраской необходимо немного удалить вот эту окалину которая есть пока краска сохнет нужно заготовить ремешки и пряжку пряжка у меня уже готовая пряжки в комплект обязательно должен должна идти вот такая рамочка потом объясню зачем ремешок вырезается под ширину пряжки у меня самодельная пряжка и ширина ремня у нее будет 22 миллиметра если покупать покупную заводскую пряжку то ширина будет примерно 19 или 18 миллиметров ширина ремешка поэтому это заранее надо проверить ну я и так знаю но если вы что-то делаете первый раз то проверить проверять очерчиваем ширину а а а а а а а и а а а а а а а Итак, к сборке локоть готов. Есть нашлёпочка, есть сам локоть, есть заготовки на ремни. Перед сборкой собираем на болты вот эту нашлёпочку. Если начать крепать какое-то одно отверстие без фиксирования других, есть довольно высокий шанс, что при расклёпывании заклёпки у вас деталь может сместиться. И потом все остальные отверстия просто нельзя будет ставить заклёпку туда. Поэтому нужно хотя бы на два отверстия закрутить гайку и болт. Когда ставите ремешки, стоит усилять заклёпочку вот такой широкой шайбой, чтобы ремень легко не вырывали. Так, немножечко я ошибся. Я думал, запись идёт, а запись не шла. В общем, вот у вас, например, нету никаких отверстий. Поставили руку, прикинули, где у вас там самая затянутая часть, например. Наметили отверстие первое. Взяли дыроколом. Точно таким же диаметром, как язычок пряжки, вы пробиваете отверстие. Если сделать отверстие большим диаметром, вот тут примерчик, тут больше, примерно 4 миллиметра, а тут у меня 3, то пряжка слишком легко выскакивает из ремня. Вот движение. Ёрзаете, например, в доспехе, и всё, ремень расстёгивается. Если отверстие ровно такого же диаметра, то при ёрзании ремешок держится, но всё равно может выпасть. Но так это лучше немножечко. Кроме того, вначале я показывал, что надо ставить рамочку вот эту. В рамку вдевается ремень. Извдетым ремнём уже, в принципе, видите, ремешок двигается. И, ну, ремешок не может двигаться так, чтобы выскочить из рамочки, из пряжки. Поэтому для доспеха это крайне важно. Так, вот собрали. И нужно ещё контрольно дошлифовать. Потому что у нас появились заклёпки, появились какие-то места, которые вы ударили случайно, возле заклёпок. Вот вокруг тут видно, чуть-чуть видно. Поэтому вот так допираете. Чтобы всё заблестело, захорошело и так далее. Какие-то места, возможно, пропущенные. Вот тут какой-то краешек такой некрасивый прям. В общем, шлифовка должна быть однотонная, не должно быть пятен каких-то. Ага, вот ещё на всякий случай проверяйте края. Где-то, возможно, при работе остались заусенницы, и они вам не нужны. Такие заусенницы на краях тут могут рвать стёганку, можно самому пораниться. Поэтому, вот я нашёл здесь чуть-чуть кусочек. Так взять наждачкой или надпилем. И поубирать. Сам локоть уже готов. Но здесь нету ещё одного нюанса. Вы должны как-то крепить к стёганке или к другим частям доспеха этот наруч. В моём случае, крепление будет происходить вот таким образом. Здесь будет две заклёпочки. И к ним на эти заклёпки будут приклёпаны наручки бисепс, позволяя делать такое движение. Причём, именно с одной стороны вогтя будут такие заклёпки. С этой стороны таких заклёпок нет. Есть вариант. Конечно, ещё банально вы делаете два отверстия здесь. И такой квадратик из кожи. Приклёпываете сюда, делаете два отверстия в коже и шнуруетесь. Стёганки пришнуровали и закрепили таким образом локоть. Просто мне нужно будет делать именно наладную руку, а вам я рассказываю, как можно ещё сделать. Данный способ позволяет сделать довольно легко защиту локтя. Если новички куют локти, у них они получаются очень часто такими плоскими, просто ещё такая пластина на локте, то в данном случае всё довольно красиво, защищает нормально. И можно сделать вполне себе усилиями какой-то клубной мастерской. За исключением, конечно же, закалки. Я не думаю, что какие-то клубы могут похвастаться тем, что у них есть личная закалочная печь. Но всегда можно найти какие-то выходы на термички и отдавать калить, как многие делают. Если вы будете работать с титаном, такое тоже иногда бывает, ребята сами себе делают, то такой способ как раз очень хорошо позволяет сделать такие простые локти. Вот за исключением, тут я лепесточек приклепал, чтобы в этих местах не так ломался титан. Титан очень любит ломаться, он довольно хрупкий, может если кто не знает. Поэтому, вот именно поэтому на латных руках Крифон вот такие теперь локти стоят. Они и красивые, и позволяют изготовить их из титана, и сделать это не за много-много денег, а в принципе довольно бюджетно. И вот такие ладные руки получаются, вполне себе красивые, легкие, защищающие и подвижные. Правда, они у меня в пыли сейчас. И к ним еще и кличу. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. И как и с наручем, сделаем розыгрыш между подписчиками, между теми подписчиками, которые оставили комментарий под этим видео. И тот, кто выиграет, получит скидку на такие руки Крифон. Скидка распространяется и на титановые руки, и на каленые руки. Скидку можно будет передать другу. Ну, допустим, вы выиграли, вам руки не нужны, но вы можете передать эту скидку своему знакомому, которому нужны похожие руки. Не забудьте подписаться на наш канал. Можете зайти, кстати, и вступить в группу в фейсбуке. Там есть группа у нас. И спасибо за ваши просмотры. Как видите, я озадачился качеством видео и сделал белыми стены и потолок, чтобы свет лучше отражался и меня было лучше видно. Потому что я на самом деле несколько кадров, даже не несколько, а много кадров банально запорол из-за того, что был плохой свет. Еще раз всем спасибо, что просмотрели. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok